Привет, друзья! С вами снова Джин Лав, и сейчас мы продолжим подтверждение прав собственности на наш сайт. В прошлом видео мы подтвердили права собственности в Google, а сейчас мы подтвердим права собственности на наш сайт в Яндексе. Смотрите, будем действовать по шагам. Первый шаг – это мы создаем почту на Яндексе, а второй шаг – подтверждение прав собственности на сайт. Смотрите, если у вас уже есть почта на Яндексе, тогда вы сразу проматываете до того момента видео, где я вам буду предлагать забить в поисковике «Яндекс.Вебмастер». То есть вы до этого момента видео проматываете. Вот. Если у вас нет почты на Яндексе, как у меня, да, нет ее, тогда вы вместе со мной сразу сейчас создаем сначала почту на Яндексе, а потом подтверждаем сайт. Именно для того, чтобы подтвердить сайт на Яндексе, нам необходимо иметь почту. Без этого мы никак не сможем. Итак, поехали. Пишем «Регистрация почты на Яндексе». Нажимаем. Дальше. Нажимаем на Яндекс.Почту, «Бесплатная электронная почта». Вот у нас он выдал вот такую вот картиночку. У вас должно быть все вот так же, да, так же. И нажимаем кнопочку «Регистрация». Здесь пишем свое имя. Я пишу свое, вы пишете свое. Здесь фамилию. Здесь придумываете ваш логин, да. Я уже себе придумал. Как правило, я это сделаю название своего сайта. Дальше. Придумывайте себе пароль. Пароль должен быть на английском языке. Также может составлять из цифр. Составить из цифр. Дальше. Указывайте мобильный телефон. Так, указали телефон. Теперь нажимаем «Подтвердить». Сейчас придет код с смс-кой на наш телефон. И этот код указываем в данную строку. Дальше. Нажимаем кнопочку «Завести почту». Далее нажимаем. Так, тут у нас выскакивают различные предложения. Все это закрываем. И делаем теперь следующее. Теперь мы нажимаем на «Поиск». Вот здесь такая вот надпись «Поиск». Нажимаем на нее. Итак, теперь у нас начинается второй шаг. Мы подтверждаем права собственности на наш сайт. Делаем мы следующее. В поисковой строке Яндекса мы пишем «Яндекс.Вебмастер». Пишем «Яндекс.Вебмастер». И у нас сразу выскакивает такая страница с такой надписью «Яндекс.Вебмастер». Нажимаем на нее. Дальше нажимаем на следующую кнопочку «Начать работу». Следующее, что мы делаем, это нажимаем на кнопочку «Добавить сайт». Теперь указываем название нашего сайта «Полное». То есть в данную строку указываем полное название нашего сайта. То же самое, как мы делали в прошлом видео и подтверждали наш сайт в Google. То есть также «http.//», дальше название нашего сайта. И нажимаем кнопку «Добавить». Смотрите, опять нам предлагается подтвердить сайт наш, то есть то, что мы являемся владельцами данного сайта, не различными способами. Мы поступим самым простым. Вот здесь есть такая надпись «Или скачайте его». То есть нажимаете на эту надпись «Или скачайте его». Нажимаем. И вот у нас скачался файл. Также в нашу папку загрузки, как правило. Дальше перейдем. Перейдем на рабочий стол. Так, это я у себя пока лично все закрою. Зайдем в папочку загрузки и просто посмотрим. Да, есть такой файл, называется «Яндекс». И дальше какие-то цифры идут. Теперь мы возвращаемся опять. Возвращаемся в эту панель. Или если вы до этого момента выходили из этой панели, то зайдите заново. Вот. Теперь мы делаем следующее. В то же место, куда мы загружали в прошлом видео файл Google с цифрками, да? Закачивали файл в прошлом видео и подтверждали наш сайт. Сюда же мы также загрузим и файл с Яндекса. Яндекс файл сюда же загрузим. Смотрите, если вы выходили из TimeWeb и у вас сейчас картинка здесь другая, да? То вы тогда сделаете следующее. А если у вас какая-то другая картинка, нажмите стрелочку вверх здесь. Стрелочку вверх. Вверх. Пока она не будет активна, да? Вот. Если совсем какая-то другая картинка, нажмите «Обновить». Обновить, да? Потом. Обновили все. Теперь смотрите. Нажимаем. Вот будем действовать с самого начала, так же, как и раньше. Нажимаем на файловый менеджер. Вот. Нажимаем на несколько раз стрелочку вверх. Никаких тут нету. Больше папочек назад. Все, назад вернули. Теперь. Нажимаем на папочку WordPress. Теперь нажимаем на папочку Public.html. И мы вернулись там, где мы должны находиться. Вот мы видим, что в прошлый раз мы подтверждали права на сайт в Google. И вот этот файл Google. Также вот должно вот так же отображаться. Такие папочки. VP-обмин, VP-контент и так далее. Должны эти папочки отображаться. И должно быть еще вот такие вот несколько различных других файлов. Дальше. Делаем мы следующее. Нажимаем на надпись File. Потом нажимаем на надпись Загрузить на сервер. Потом нажимаем на надпись Прикрепить файл. И выбираем файл с названием Яндекса. Дальше какие-то цифры у нас. Нажимаем Открыть. Нажимаем Загрузить. Все. И теперь мы проверяем, загрузился ли файл вот сюда, да? Попал ли он сюда. Смотрим. Опускаем и смотрим. Есть ли он где-нибудь здесь. Да. Файл есть. Вот Яндекс. Загрузился. Теперь мы обновим. Обновили. Вернем это все назад. Стрелочки назад. Все. Вернули. И нажимаем вот сюда. На главную страницу переходим. Все. Теперь проверяем, произошло ли у нас. Теперь возвращаемся на страницу Яндекса. Возвращаемся на эту страницу и нажимаем кнопочку Проверить. Показывает у нас статус Проверяется. Идет загрузка, да? Все. Выскочила надпись с сайта какой-то, название нашего сайта. Сайт успешно добавлен в очередь на индексирование. Все. Самое главное мы сделали. То есть он добавлен. Значит, через некоторое время его точно подтвердят, что он является нашим сайтом и подтвердят права собственности на сайт. Теперь мы возвращаемся на хостинг и сейчас нам больше здесь ничего делать не нужно. Нажимаем левой клавишей мыши сюда и нажимаем выход. Я вас поздравляю. Мы подтвердили права собственности на наш сайт. В прошлом видео мы подтвердили это в Гугле, а в этом видео мы подтвердили это в Яндексе. Теперь увидимся в следующем уроке. С вами был Джин Лав. Пока.